Добрый день! Сегодня такая красивая коробочка CENG SO, это ребрендинг компании SHENG SHOW. Видим Mr. M, аббревиатура, что значит, что головоломка магнитная и нарисована на вид пирамидка 2х2. И называться может Pyramix 2х2, но на деле это Pyramorphix. Открываем. Здесь есть инструкция, которая нам говорит, что этот пираморфикс аналогичен такому вот мастер-морфиксу 2х2. Угол-угол, центр-центр. Хотя на самом деле все это углы. Пишу такие вот картинки. И какие-то даже алгоритмы здесь даны. Но честно скажу, так себе. Облачалка. Я вот умею собирать. Но использую не такие алгоритмы. Ну, отложим. Видим, что это Pyramorphix. Действительно 2х2. И вот у него есть такая вот небольшая болезнь, вылетают вот эти пластинки. Ну, раз она уже вылетела, давайте посмотрим строение. И внутри должна быть видно магнитики. Раз головоломка сама предлагает изучить ее внутри. То есть вот такой вот светлый пластик. Я бы не сказал, что он не окрашенный. Просто светлый. И такие вот пластиночки. Видимо, это не самое удачное решение компании Shinshou. Поэтому здесь доработать можно. Причем, что еще важно. То, что достаточно близко посажены друг к другу эти пластинки. И иногда они друг за другу задевают. Хотя на сборках это не так уж и значительно. Вот у нас здесь конкуренты. Это МАЖИ, Pyramorphix 2х2. А это ЧИИ, Мафанги. Ну, здесь, наверное, более продуманные вот эти отверстия, чем здесь. Да, головоломка магнитная, но не идеальная, скажем так. Если бы выпустил Мафанг магнитную на базе вот этой, возможно, было бы и получше. Ну, я все равно, наверное, буду собирать вот на ней. Я уже открутил сборок. 100, наверное, где-то. Ну, в районе 15 секунд можно держать среднее время. Такая головоломка уже собиралась на официальных чемпионатах в качестве дополнительной дисциплины. Да, я в ней участвовал. Собрал очень плохо. Но, как бы, потенциал у головоломки есть. Ну, давайте посмотрим, что это такое. По сути, естественно, это кубик 2х2. То есть, пираморфикс, это кубик 2х2 в форме пирамидки. Может приобретать различные такие вот формы. Можно их перемешивать. Но собирается достаточно просто, хотя у многих и вызывает вопросы. Если сравнивать с конкурентами, то понятно, что мазжи достаточно древняя такая головоломка. Нет, фиксации нет. Ну, и, возможно, в хороших руках при должной настройке она и будет хорошо вращаться. У нее другая цветовая схема, чем на современных пираморфиксах. Ну, устарела. Мафанг вполне отличный пираморфикс, но фиксации нет. Ну, и, естественно, огромным плюсом пираморфикса от Шинкшоу является наличие магнитов. Собирать буду пока вот на этом. Как собирать? Да очень просто. Собираем первый слой, который будет выглядеть как-то вот так вот. Для этого нам нужно найти два угла, которые стоят правильно друг относительно друга. И вот сюда им добавить еще соответствующие углы. Вот этот синий. Синий должен стоять сзади. И сюда на его место ставим зеленый. Для этого делаем пиф-паф обычный. Даже три хода достаточно. Синий вылез. Ставим сюда вот этот. Если у нас таких углов, ну, правильно стоящих рядом нет, ну, очевидно, их надо найти и поставить. Дальше. Если у нас вот такие вот урага, то есть нестандартная ситуация получилась, к примеру, вот так вот. То есть все формы пирамидки вернулось. Вот такие вот рога. То нужно применить форму из кубика 3х3 рыбка. Причем рыбка, которая переставляет только углы. Ребра не трогает. Если мы возьмем Шэнкшоу Мистер М, кстати, вот из одной серии головоломки, то рыбка это какая? РУ-штрих, Л-штрих, У, Р-штрих, У-штрих, Л-У. То есть переставили столько углов, а ребра на месте. Если мы будем использовать рыбку, которая РУ-штрих, У, РУ-2, Р-штрих, то она углы оставляет на месте, только их разворачивает. Нам нужно как раз углы переставить. Если вот у нас первый слой собран, углы стоят рядом, то мы как раз делаем эту рыбку. И у нас что-то собирается. Главное вернуть форму головоломки, а дальше уже все легко и просто. В данном случае делаем нехитрый алгоритм, который возвращает цвет. Для многих, кстати, вот такая ситуация вызывает вопрос и интерес. Ее можно, конечно, решить как в кубике 2х2, то есть при помощи пиф-пафа развернуть вот этот уголок. Но сама головоломка перемешается и развернуть, к примеру, вот этот еще. Ему не важно, в какой ориентации находиться. Поэтому можно, оставшись пиф-пафом, докрутить на нем. Но есть и более простой и быстрый способ, например, развернуть один уголок. Выглядит вот так вот. Поднимаем справа, поднимаем слева, опускаем справа, опускаем слева. Вроде получилось что-то страшное. Повторяем. И все становится на месте. То есть этот алгоритм поворачивает уголок по часовой стрелке. Подробное обучающее видео я когда-нибудь сделаю. Сейчас останавливаться на этом не будем. Единственное, наверное, раз уж начал, добавил, что если вам нужно развернуть два уголка, можно, конечно, использовать тот алгоритм, но можно просто сделать два пиф-пафа. Делаем два пиф-пафа. У нас в уголке разворачиваются. Делаем еще два. И они встали на место. Также может случиться такое, что форма вернулась, но если вот эти вот красные и зеленые стоят по местам, то вот эти надо поменять между собой. То есть форма есть, но, увы, надо по диагонали поменять. Тут можно, конечно, сделать копье из кубика 2х2. Достаточно длинный алгоритм. Но лучше сделать комбинацию палка. Здесь 3х3 ну или Т. Сделать фронт. Один пиф-паф. Фронт штрих. Да, и вот у нас уже по цветам уголок на месте. Уголок на месте. А дальше пиф-пафами разворачиваем. Сразу два угла и оставшиеся. Да, можно делать комбинацию зеркально, если развернуть в другую сторону. Достаточно интересная головоломка. В компании Шингшоу она не идеальна. Из коробки очень затянута. Я вот уже расслабил. Но, возможно, стоит расслабить еще. Но, определенно, конкретно этот экземпляр внимание заслуживает. Я, в принципе, даже все для сборки здесь рассказал. Возможно, кому-то это будет полезно. А так... Вполне. Ну, естественно, можно, конечно, взять головоломку от Мафанга. Замагнитить. И, наверное, будет лучше. Я не знаю, как здесь по толщине пластика. Будут ли эти магниты чувствоваться. Но... Вот эти вот сделаны специально под магниты. И тут они чувствуются очень хорошо. То есть фиксация приятная. И она, конечно, в сборке помогает. То есть я на этой пирамидке сделал результаты лучше, чем официальные сборки вот на этой. Пираморфик. Конечно, не пирамидка. Но нет предела в совершенству. К примеру, расширить вот это расстояние здесь не помешало бы. И... Редко-редко, но пластинки вылетают. То есть у меня, может, на 100 сборок раз 5 такое было. При сборке, если вылетит одна пластинка, имею в виду официальная сборка, то это не смертельно. Можно сборку закончить и даже на место ее не ставить. Поскольку одна цветная деталь допускается, чтобы ее не было на собранной головоломке. Так что не смертельно. Но ждем, когда кто-то сделает лучше. Ну а пока компания Шинг Шоу, которая именует себя Сэнг Соу, сделала одну из лучших версий пираморфикса 2 на 2. Ну, по крайней мере, на уровне. Но не идеально. Можно лучше. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.